Всем привет! Вы смотрите «Наш ТВ Лайф» и с вами, как всегда, Даша. А сегодня ко мне в гости пришла группа «Освобождение». Ребята, давайте вдарим. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон» Здравствуй, новая земля, яркая звезда, вечная зима, раз и навсегда. Верная жена, добрая сестра и любимая подруга. Вновь новая беда, прежняя беда лепит изо льда тень того врага, что смиренно лгал, лгал глаголя нам бросить белый флаг в обьюге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, новая земля, полная ума. Да только без ключей, как солнце без лучей. Мир без короля, войны без мечей, лихорадка, но без жажды. Кой, погоди, постой, не смеши губить, не смеши любить. Здесь не тот простор, здесь наместник вор. Тут совсем не то, тут, увы, не то, что страсту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здрасте. Привет. Привет. Ну вот есть одно такое золотое правило. Я, как человек, уже видевший не один коллектив на этой сцене, я всегда оцениваю по первой песне, как работают музыканты, вот с теми, кто сидит, стоит, слушает. Вот Саша первый человек в этой студии, который работал на меня, он смотрел на меня, и я чувствовал эту песню. Обычно все смотрят только на камеру, ну, то есть как бы на телезрителе работают. Это как бы плюс мне, минус телезрителям. Вот. Ну, привет, ребята. Я надеюсь, что и телезрители тоже прочувствовали. Давай чередовать там. Одну песню ты будешь смотреть на меня, а одну песню на телезрителей. В общем, ребята, я рада вас, во-первых, видеть в этой студии. И вот давайте начнем сразу вот, скажем, вопросом в лоб. Все группы с чем-то сравнивают. Вы заявлены как интеллектуальный рок, да? Как группы, там, сплинки, но еще вас, там, ваш подопечник сравнивал с группой пикник. Скажите, а вот ваше мироощущение, оно схоже вот с тем, как вас определяют? Мы не можем быть оторваны от контекста, в котором мы выросли, и как личности, и как музыканты. Поэтому, конечно, мы и это тоже отражаем, но это лишь часть. И богатство, на самом деле, гораздо объемнее. А вот если говорить про богатство, то есть ли у вас какие-то уже заготовки или идеи, какие можно эксперименты проводить, скажем так, даже вот с этим жанром? Я думаю, что как раз смысл экспериментов, он в том, чтобы быть открытым, пробовать разное. Мне, например, в детстве нравились продиджи, и мама очень часто просила меня выключить эту лабуду. И параллельно у нас играл Розимбаум или там Егор Летов, а вовсе не Сплин и все остальное. Сплин — это уже гораздо более поздний период. Причем перед ним был еще Леня Федоров, группа «Аукцион», тоже потрясающий мозгосносящий. А мы не забываем, что есть еще ребята, у которых вообще свой бэкграунд. Мы сейчас к ним перейдем, пока, Саш, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ребят, я к ним. Я к тому, что, возможно, у них как раз вообще западное мышление в музыке, в смысле, да, западные группы, какие-то команды. Поэтому, мне кажется, тут синергетический какой-то эффект интересный будет. Тем более сейчас очень модно добавлять электронную музыку. Возможно, что-то появится и в этом направлении. В частности, мы сейчас готовим один трек «Не единые мысли в голове», совсем в другом стиле. Но в целом пока шагаем по гитарному року с крутыми текстами. Причем я это говорю от лица зрителей, которые мне пишут, что вот тексты прямо их цепляют. То есть, как бы делится на два составляющие. Это интуитивная музыка, когда людям нравится. Просто музыка им все равно, о чем поется в тексте. И люди, которые ценят текст. Хорошо. Давайте тогда еще я поспрашиваю сегодня вот этого молодого человека. А потом приступим к песне, и я обояю внимание всех остальных членов группы. Скажите, вот у Саши такое видение. А вот у вас какое? Насчет вообще группы, каких дальше движений, музыки. Какая вам нравится, импонирует? Нравится, импонирует. Очень много всякой музыки. Ну и металлы, джаз, и блюзы, и все остальное. Это прочее. Движение дальше, это, наверное, симбиоз всех этих стилей. И в том числе и незабываемый русский рок. Да, и блюзы, это так сильно. Вот. Ну, наверное, как-то так. Да, кстати, по-моему, я не слышала еще такого металла и блюза. Это вы были бы первооткрывателем в этом симбиозе, этих музык. Ладно, хорошо, давайте, быстро скажите мне, ваша любимая группа. Red Hot Chili Peppers. Спасибо. У меня все, давайте следующую песню. Я думал, у тебя любимая группа «Освобождение». Нет, мы любим всех. Спасибо. Грубая и неухоженная наша жизнь Как старая кожа Испепеляющая возможностью Однажды стать предвестником прошлого Привязанность Столь болезнен нам думать вспять Бесполезное Оскопляй желание лезвием Мы ведь здесь нежелезные Стой Колесо перерождений Стой Невзаимная любовь Отстой Колесо перерождений Стой Так зациклилась на одиночестве Дома и в офисе Все наше общество Сама сбывающиеся пророчества Дублирует Прошлогоднее новшество Стой Колесо перерождений Стой Зарабатывая денег Отстой Колесо перерождений Стой Стой Колесо перерождений Стой Когда в тридцать лет Старик Отстой Колесо перерождений Стой Стой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Муки отчаяния отбросим в сторону Музыка и танцев нам всем поровну Раздается одинаковой порцией Дорожек на диске восходящего солнца Мы хотели бы дружить с собой Только это причиняет боль Колесо перерождений, стой Эту песню мы поем толпой Колесо перерождений, стой Колесо перерождений, стой Колесо перерождений, стой 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 Это было очень внезапно Я заслушалась Да, вот, кстати, опять же, потом поговорим про харизматичного лидера А вот я сейчас как раз направляюсь, как и обещала, собственно говоря А вот вам будет такой вопрос Внимание, знатоки Смотрите, вот сейчас Я вот люблю часто затрагивать эту тему Популярна совсем другая музыка Надо сейчас быть дерзким Там высмеивать все моральные ценности И тогда ты будешь крутым Ну, у молодежи, да, соответственно А вот Примерный возраст Кто слушает вот такую музыку Вот как вы думаете Ну, кто больше? Женщины, мужчины И примерно соотношение возраста Потому что вы, наверное, мониторили свою целевую аудиторию? Ну, конечно, да Ну, она совершенно разнообразная Потому что Как, Дарья, ты сказал уже Интеллектуальный рок Поэтому все любят Кто-то любит Сашины тексты глубокие очень На чем, собственно, я считаю, что и построена наша музыка Кто-то любит музыку, в которой мы играем Рок Поэтому аудитория разнообразная От малого до великого А дети, вот, ну, скажем, не дети, а подростки Вот лет 15-16 Есть в этих кругах интеллектуальные подростки? Конечно, да Да, вот Саша у нас в институте преподает Ну, не преподает, работает Заставляет слушать, да? Ну, нет, нет, конечно Дети, дочь моя вот слушает двухлетнюю мою музыку Приходится Тоже заставляете, да? Все, я, в общем Ей нравится, она танцует Ну, хорошо Как это? Чтобы музыка жила, надо зародить зерно в детях Ну, это такая вот мудрость Да А вот про вас мне уже сказали Что вы, помимо этого проекта Вот у вас такая усталость на лице Может, вы не хотите говорить? Что вы, помимо этого коллектива, играете еще где-то Скажите, это основной Не-не, подождите, не в микрофон Это основной коллектив? Или все-таки вы разрываетесь между ними? Тут все дело в том, что Присутствует определенная графическая удаленность у нас друг от друга Потому что ребята постоянно в Москве находятся А я некоторым образом в Петербурге проживаю Поэтому тут, в общем Не совсем все, так скажем, регулярно удается Но мне вот Сашина, во-первых, песня очень импонирует Поэтому я с большим-большим удовольствием Принял участие Вот в записи у ребят вышел Не так давно вышел EP Вот Да, и вот я там принял участие С большим-большим удовольствием Вот Нет Я не могу сказать, что у меня сейчас на сегодняшний день Какой-то из коллективов У меня прям вот основной Откровенно говоря, честно Потому что я долгое время трудился в коллективе Много-много лет в определенном И занимался только музыкой этого коллектива Так сложилось Того А сейчас у меня такое время свободное Абсолютно Я сейчас набираю, набираю Мне очень много всего интересного приходит Много разной музыки играть приходится Поэтому я, как-то, так сказать В хорошем самом смысле слова Магазостаночник сейчас такой Так вот сложилось на сегодняшний день Вот, кстати, вот интересно Профессиональный барабанщик Вот в нынешнем мире Вот в музыкальном мире Это востребованная профессия То есть Нужны ли такие профессиональные барабанщики И поступают ли к вам Предложения от абсолютно незнакомых коллективов Типа Помогите, пожалуйста Мы знаем, что вы там классный барабанщик Ну, наверное Те, которые что-то умеют и могут Они, конечно, востребованы в любом случае Другой вопрос Что я там, скажем так Более-более старшего поколения уже человек Да Сейчас И я получал в свое время информацию Не из интернета То есть я более ранний человек Я застал времена судары Никогда еще интернета не было Понимаете Вот Получается так, да Вот И поэтому информацию доставалось По крупицам По крохам По каким-то таким Сейчас родилось новое поколение Которое замечательно И правильно делаешь И пользуются диким количеством информации Они самоуверенные Многие из них В определенном смысле Встав только с горшка Уже умнят себе экспертами Тоже такое случается Попадаются Да, такие варианты Но я думаю, что в любом случае Профессиональный человек Он в любой области Он востребован Если он из себя что-то серьезное представляет Как специалист, скажу В общем, да Если он в профессиональном субъекте Добился каких-то высот Он всегда будет востребован Так, Саша Вы сказали Мне уже сказали Что вы преподаете в университете Это не совсем так Я когда-то преподавал в университете Сейчас я работаю В дальневосточном Федеральном университете На острове Русском Во Владивостоке Идем на восток И основная моя работа Заключается в том Что я езжу по стране И сижу много в контакте И общаюсь с аудиторией Ну и в одноклассниках тоже И общаюсь с аудиторией родителей и детей Перед которыми стоит важный выбор Выбрать университет Выбрать образование Выбрать будущее И так далее И моя роль Помогать им Узнавать то Чего им не говорят в школах Чего им не говорят в СМИ Чего им не говорят на образовательных выставках То есть вот я вот такими вещами занимаюсь сейчас В школах и в институтах обычно говорят общими фразами Что больше запутывает людей мне кажется Давайте я вас обойду Вот Как говорится было бы здорово если бы нас в школе научили любить себя Понимать себя и принимать себя Это очень важно Давайте Хотел как раз добавить про аудиторию и про школу Я буквально поза той недели выступал Ну формально скажем на детском утреннике Вот у Миланы Бубликовой ей Ну получается сколько ей лет Если она во втором классе Вот И она была на нашем концерте в Муми Трольбаре В 25 марта этого года И поставила потом на заставку фото наше с ней И значит и весь класс Всему классу рассказала Что вот это вот ребята выступают И когда мы чуть-чуть подрастем Мы пойдем на их концерт И весь класс как бы предвкушал появление Собственно ее со мной И вот когда мы с ней вышли на сцену в школе Она пела осень ДДТ Вот А я ей аккомбонировал Это конечно ну был на разрыв То есть там и родители и дети Все просто были в каком-то сумасшедшем восторге Так что наша аудитория Она вот от двух лет В лице Полины Кирилловны Дочери Нашего графа Грачева До бесконечности практически Это супер Я очень рада слышать Ребят давайте следующую песню Редактор субтитров А.Семкин Миру нужен мирный воин Тот, кто в корне правдой волен Отправляясь в путь, дорогу Будь спокоен Мир уже ложится спать А тебе бы играть да петь Жизнь не обернется вспять Повторяясь впредь Возвращайся, будто гудили С того света к тем, что любили Только тот, кто вернулся Нужен миру Возвращайся к тем, что успели Стать билет, сойтись с карусели Возвращайся Ты нужен миру Руки на груди, голова назад Поцелуй толпы увлажняет жар Струны хвост Вскрутил, затянул, сажал Закатил за горизонт глаза Винчивал аккорд, голос буравил Тексты, как вода, преломляют след Для кого-то ноты, другим мотив Все раздал, но смысла поставил след Возвращайся, будто гудили С того света к тем, что любили Только тот, кто вернулся Нужен миру Возвращайся к тем, что успели Стать билет, сойтись с карусели Не возвращайся Эта песня посвящается тем людям Тем артистам, музыкантам, композиторам Нашим знакомым Которые остаются жить в наших сердцах И в нашей памяти Нас с ними объединяет то самое чувство Которое мы все знаем И называем Вы кого мысленно представляли, когда говорили сейчас эти слова? Ну, у нас есть визуализация этой истории Это большой видеоряд на всю песню Где на экране появляются по переменке Все великие на наш взгляд И на наш вкус артисты, музыканты, поэты То есть там Цой, Башлачев, Курт Кобейн, Панин И так далее, и так далее, и так далее Советского периода Западные артисты, европейские артисты и музыканты То есть все, кто уже остались здесь на земле В том, что они сделали И в том, как мы к этому относимся То есть вот вся эта когорта великих Ну и у каждого, я думаю, туда можно добавить Да, мне кажется, у каждого пришел на ум человек Который что-то внес и живет В своих песнях, своих мыслях, своих стихах И произведениях Да, Саш, у вас сравнительно недавно вышел новый EP Вот Расскажите, пожалуйста, вот как Вот молодым группам Они размещают свой материал На таких платформах, как Ну, грубо говоря, там Google Музыка, Яндекс.Музыка ВКонтакте А вот продвижением ролика Ой, продвижением музыки Кто-то занимается, кто-то специально сидит там Засовывает ее туда, туда Знаете, как всплывающие баннеры Расскажи, пожалуйста Я не знаю, как он это делает Но Кто он? Он просил не называть его имени Вот, но это команда Прометеус И, собственно, А он Артемиус Артемиус Прометеус Просто не назвал, но спалил Все продавцы Вот Этим занимается сейчас он Ну, я думаю, что те, кто заходили и покупали Кажется, в iTunes или в Apple Music Там написано, что Label Promote Вот То есть это Команда И это человек Который знает, как это работает Знает, какие ниточки нужно дергать Чтобы это было слажено Чтобы это приносило результат А не просто, как бы, ну, там Выхлоп воздух Вот Чтобы это было не в никуда А вот что еще интересно То есть получается, когда выкладывается музыка На такие платформы, да За которые нужно платить Или вы бесплатно выкладываете? Выкладывается, кажется, она бесплатно Да, потому что в некоторых Вот платформах нужно обязательно заплатить На определенную, там, маленькую сумму Чтобы у тебя эта песня появилась в твоем плейлисте Вот, то есть я хотела спросить Если, ну, получается, она бесплатно То вопрос аннулируется А если и платно То, я не знаю, правда То не теряет ли это актуальность свою? Потому что музыка сейчас В более-менее свободном доступе Ну, таких, там, ВКонтакте, Одногласники Там, Ютуб Я, возможно, не понял насчет платно-бесплатно Могут ли скачать ее себе бесплатно люди? В этом был вопрос Нет, вообще, на самом деле, актуальность Типа платных Платных музык Если ты, там, допустим, не группа Infected Mushroom Ну, грубо говоря, да Если, там, допустим Не так уж и просто достать ее для себя То есть этот трек Но я думаю, что есть и в бесплатных приложениях Например, как ВКонтакте Вы же загружаете туда свою музыку? Да, да, конечно Ну, там есть такие же истории Что слушать без рекламы О форме подписку В Яндекс.Музыке тоже самое Ну, тем не менее Те, кого я знаю И те, кто мне пишут Вот сейчас все эти, там, два месяца Которые альбом вышел и живет Это люди из разных городов От Владивостока Даже из Непала мне тут присылали Stories Отметили, точнее, не то, что присылали Отметила девушка Вероника Мы с ней знакомы по владивостокским ДВФУшным перипетиям Вот, она была в Непале И как раз, глядя на огромную гору Гималай Слушала там, где нас нет Песня, которая будет следующей Я немножко спойлерю Вот, и выложила такой вот Stories интересный И они, тем не менее, покупают ее То есть они не просто ее слушают Там в свободное время Они покупают себе в телефон Чтобы она всегда была вот тут Даже если нет связи Ничего не ловит, да То есть люди готовы платить за хорошую музыку Чтобы она еще была в оффлайне То есть не подключаясь в интернет Все, теперь я поняла Отлично Вот, а вот еще интересно На что быстрее люди реагируют? Когда идет, вот вы сказали У вас есть видеоряд Вот как раз на песню предыдущую Когда выкладываешь видеоряд То есть как бы еще визуальная картинка При этом Или когда просто трек выкладывается в сеть? Ну, сегодня мышление и сознание Мне кажется, чуть более клиповое, чем раньше И картинка, не знаю, цепляет дополнительное внимание Хотя мое личное ощущение в том, что Перенасыщено наше внимание Движущимися картинками И вообще картинками Иногда Это что ли такое Средство помедитировать Когда ты просто, не знаю, там Зажигаешь свечу Или даже без этого Просто в темноте Или в полумраке Или даже прогулочным шагом Гуляя по скверу Слушаешь в наушниках свою музыку И у тебя свой собственный видеоряд Рождается в голове Из воспоминаний Из каких-то новых ощущений И даже инсайтов Потому что Я не знаю, как это работает Это музыка Это магия Тайна всего этого Что люди Из Кемерово Девушка Вероника Да, Вероника Ты тоже Вероника Вероника, Вероника получается С которой я не знаком Никак лично Написал мне, что Я хочу на ваш концерт Это практически невозможно Потому что я здесь И в Москву мне сейчас ехать неудобно Но когда-нибудь Я обязательно это сделаю Потому что там Вот я чувствую Это во мне тоже резонирует И мне это помогло Там пережить определенный момент И ты такой Вау Ничего себе Не зря говорится Что самый лучший театр Это наше сознание Да И для определенных людей Конечно Лучше просто слушать музыку И отречься от всего визуального Все отлично Давайте следующую песню Как раз прямиком из Непала Там, где нас нет Целый день тает снег Там, где нас нет Помутнял белый свет Через тысячу лет Да, поют наш куплет На одной из планет Там, где мы оставили след Там, где нас нет Каждому по весне Там, где нас нет Почернел весь белый свет Через тысячу лет Ты, да пой Наш куплет На одной из планет Там, где меня с тобой нет Там, где нас нет Там, где нас нет Там, где нас нет Через тысячу лет Да, поем наш куплет На одной из планет Здесь Здесь Где мы все-таки есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то после вас тут что-то задымилось походу Отлично Это, знаете, был пожар А это дым Как бы А ведь известно, что дыма без огня не бывает Вот Да, отлично Вот Ребят Вот еще про что хотелось сказать Вот Сказали, что Из Санкт-Петербурга Ты вообще преподаешь На другом краю земли Как я поняла Будем называть это преподавательской деятельностью Ты чему-то учишь Людей Да Как вообще получается у вас давать концерты? Как вы собираетесь? Где вообще это происходит? И когда в ближайшее время можно будет вас увидеть? Где? Мы очень много делаем удаленно И вообще сегодня Так называемая распределенная работа команд Это то, что, не знаю, на фронтире Во многих дисциплинах И во многих сферах деятельности При этом мы сейчас работаем С еще одним нашим коллегой-барабанщиком Димой Орловым Готовимся к выступлениям Я думаю, что в этом году у нас случится концерт Мы обязательно его анонсируем в наших соцсетях Поэтому я приглашаю всех подписываться Следить, если отозвалось и срезонировало Отлично сказано А вот я так понимаю, что это ваш первый Такой камерный концерт В лайф-версии, скажем так Ну, в таком формате, да В таком формате, конечно А уже приглашали вас на какие-то радиостанции Там, чтобы показать свой материал Или, может быть, на интервью приглашали? Ну, какой-нибудь, я вижу, что подсказывают Да, у нас есть уже приглашение Мы сейчас, ну, не будем Мы, опять же, приглашаем в наши соцсети Где мы анонсируем и в какое время И в какой день И на какой волне Нужно слушать наши песни И интервьюшечки И, ну, вот в таком камерном, конечно, да Наверное, мы не выступали Но у нас за плечами есть опыт Эмергензы Международного рок-фестиваля Мы там поиграли в финале В Yota Space Тогда еще Yota Space Шестое место в итоге Заняли Из 820 Да, и Маленький концерт В честь моего дня рождения В Муми Троль Мюзик Баре Спасибо за это И Юрию Ивановичу И Илье Игоревичу Логутенко У которого вчера, кстати, день рождения был Так что ему Двойное мерси Двойной привет Все будет Такие тайные знаки У людей просто Не буду их комментировать Чтобы не разрушать Магическую атмосферу Блин, какой-то А, ребят А заметили ли вас Вот что интересно Вот корифеи Отечественной рок-музыки Играли ли вы уже где-то Не люблю слово на разогреве Но будем называть на саппорт Мы с радостью Сделаем это Вообще без вопросов Ну, конечно Мы отнесемся к тому Кто это будет Потому что, ну, чтобы понимать Вообще форматы и прочее Но мы Думаю, готовы Пойти на это Мы готовы Вот Выступить на разогреве Кого-то погреть Прогреть Может быть Чуть-чуть даже Выйти За время нам отведенное Ну, опять же Это все зависит, конечно От договоренности И от того Как реагирует зал Да, просто в основном Зал у нас почему-то в России На разогрев группы Реагирует крайне странно Типа Фу, уходите Хотим уже видеть Нашего любимого Там, кого-то там Вы сталкивались уже с таким? Ну, то есть Вообще У вас была практика Разогрева Вот Таких личностей Я просто Видимо Плохо изучила биографию Но, возможно Этого не было Этого не было Но было другое Что люди Которые пришли Послушать другую группу Когда мы играли В сборной солянки Потом либо подходили Либо добавлялись В друзья В контакте Или там В одноклассниках Где-то еще И говорили Что Вот мы пришли Вроде на других А они нас Не то, что даже Не зацепили А там еще Ну, были какие-то Неприятные моменты Что там На нас внимания Не обратили Хотя мы там кричали И поддерживали И прочее А вот с вами Как-то тонкая Какая-то связь Наладилась Настроилась И хочется Продолжать с вами И общаться И слушать вас Вот такое было Ну, Саша, я же говорила Вы смотрите в глаза Прям как в душу Просто как будто Только для меня То есть никого здесь нет И это очень важный Психологический прием Для всех Потому что кажется Что здесь никого нет Здесь только я Он поет для меня Я классная Вот такие ощущения Создают тут Когда ты поешь Это очень важно Вообще Харизма Вокалиста Это Ну, первый пункт Наверное Того, что люди будут слушать Вот как случается Обычно с группой Ну, вот человек может Даже промазывать мимо нот Может петь криво Ну, если он харизматичен Вот сто процентов Его будут слушать Ну, вот промазывать Мимо нот И не попадать в тональность Это про меня Ну, я не слышала Я просто глуховато Вам повезло Но Это просто факт Если есть харизма То это мелочи Я согласен Согласен Какая у нас следующая песня? Следующая песня Она, в общем-то Заглавная с EP Называется Голограммы И я в ней даже Гитару сейчас Уберу И не буду играть Буду сжечь Отлично А потом поговорим Про нее как раз Девяностых чья-то травма Папа бьет в разводе мама И не альфа сам, как гома Чупа-чупса, амальгама Руся жрут Нерванам Так, так надо Голограммы Голограммы В наших головах дырявых В девяностых Все как в детстве По акациям невесты Целовались? Да, в подъездах Мышеловках Марсильезы Где-то там вдали Безвестной Мальчик-свальчик Шестилетка Девочкам сует таблетку Давай спорим Повзрослеем Голограммы Голограммы Ультрамотной Севтодраммы Циклы жизни Ритмы Праны Голограммы 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 Лежа, стоя, сидя прямо Голограммы Голограммы В наших головах дырявых Гейм-кула Гей-парады Войны И миряне Ада У соседей Все как надо Им на радость Всем в награду Голограммы Голограммы Баба много Баба с мамой Пузырятся Баба угамы Голограммы 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 Мы любимы Вместе рядом Голограммы 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 и буду жечь а гитара она забирает вот эти эмоции бешеные когда ты поешь потому что нужно еще как бы фокусировать свой локус контроль еще на пальцах да да все надо совместить обработать тут машинка есть у нас такая она должна все это соединять и разъединять ну это просто такая песня которая по моему вибрирует на уровне стадиона где нужно еще и бегать кидаться бутылками с водой гитару разбивать собственно что почти и случилось у нас здесь студии так что мы немножко воспроизвели ту ситуацию в которой эта песня развернется окончательно деликатное разбивание гитары да интеллигентно так ребята мы сейчас покинули интеллигентный интеллектуальный рок мне очень нравится вот давайте поговорим теперь отдельно про эту песню потому что каждый мне кажется услышал и у сузь там у него зашел там свой инсайт произошел после этой песни что ты вкладывал в нее когда ты писал песни голограмма кого-то там майкл джексон перед главу перед глазами да у кого-то вообще что это не не ну как иносказательное слово то есть голограммы да то есть мы живем в век технологий информационных вот что ты имел ввиду когда это писал я всего не буду говорить чтобы благодка все-таки какая-то оставалась чтобы люди простите да мне вообще моя работа нет меня попросили все время это убирать а я все время забываю прошу прощения так вот мы путешественники во времени тем тем точнее чем взрослее и станут я засыпать люблю с мыслями о прошлом вот по крайней мере в последние десятилетия да я вспоминаю там себя в пять шесть лет и вот это это вся эта жизнь она есть только в голове в виде какой-то иллюзии и по сути голограмма это объемная иллюзия объемное воспроизведение объектов их отношений и так далее и в общем то я писал про то что было у меня в пять шесть лет вот эти вот целование в подъезде да это что ну про папу это про то что я видел потому что своего я не видел и по сути выносится в припев что это все эфемерно вроде бы это наше прошлое вроде бы мы точно там были но подтвердить этого невозможно это просто голограмма она вот это какой-то не за ум дзен это что-то сродни буддизму где все ничто мир эфемерен и так далее спасибо я на самом деле вот про то что сказал даже вот воспоминания которые вот у нас были в глубоком детстве допустим детском саду мне надо кажется мне приснилось потому что это не подтверждается никак не восполняется информация может это вы не было вообще мы уже очень много себе придумываем повторяем повторяем это такой наш моно миф мы вот такие в классном сериале мир дикого запада нолановском да он говорил что ядро личности это тот story telling тот нарратив который он на себе постоянно воспроизводит как во внутреннем монологе так и говорит во мне ой я вчера там пошел туда и было классно было лет на самом деле даже он сам уже не знает блин я тебе желаю надо было сначала вот спросить когда саша принес текст как то обычно бывает да вы вообще спрашиваете сашу что это значит я очень часто текст слышу во все время концертов даже так а кто услышал первые вот кто вообще слышит первом вот тексте саши или саша только самые слышат больше никто не интересуется вы такие все безучастны он иногда присылает нам только никому не показываете в ватсапе скидывает послушайте послушайте у нас на самом деле забавная история с одной песней рядом там слова проник в пряничный дом я четыре года думал что он поет пряник в пряничный дом это веселая история история но не сегодня у нас сегодня грустный эфир поэтому грустная история не для этого вот так я запуталась опять выцепляемся проводами вот пряник в пряничном доме ну в общем это здорово когда тексты могут понимать каждый по-своему но все-таки все равно интересно всегда что же имел ввиду автор как вот все разбирались там почему он запихнул сюда эту строчку может быть она имела ввиду и ищет все время отсылки особенно люди которые любят что-то творчество они обожают копаться и искать отсылки каким-то произведениями это заметила даже если человек ничего не имел ввиду в этой песне действительно есть отсылки но они по-моему очевидны там да про ружья жрут нирвана маны вот и тому подобное ну мне кажется что вполне вот а так ну это все-таки больше песня про вот воспоминания 90-х в которых мы были детьми которые непонятно уже какие они были на самом деле как какой наш мир вообще какой наше прошлое на самом деле не придумали ли мы себе отчасти его это была минутка философии продолжаем возвращаемся к музыке следующая песня у нас следующая песня у нас тайна сново новый светлый день он такой же как вчера он такой же как и завтра так тогда какая разница снова думы на луне снова сбора на легкарке каждый день приобретает то что вскоре потеряется ну хотя уходя ты оставила следы посреди меня в поле тысячи огней не узнала искры моего костра в окнах полдень отражается мерещится и тает в осень черную уносит от меня тебя как тайну я теперь готовлю ужин на двоих но ям один светит солнце над москвой надо мной белеет дым если сердце не открыть точно что-нибудь забудется ветер унесет с собой разнесет по черным улицам зарекался при луне зеркалами на стене зазеркали на уме там где назвалась моей может не было меня может это сон во сне одинокий новый день будет с нами на соцсет он он Субтитры создавал DimaTorzok Уходя ты не простилась, потому ушла не вся Пелено в глазах, хмелю ясновиденье, пустяк В моей жизни отражалась, ты мерещилась и таяла Мы сошлись и потерялись, вот и все, что было тайного Сейчас я пыталась... Я думала, сейчас будет продолжение Я как женщина сразу такая... И все, на этом закончилось Первый раз такое, да, когда... Я думаю, что сейчас будет продолжение Даже типа... А дальше там опять идет проигрыш, какой-то риф А продолжение идет? Продолжение идет здесь? Ты формируешь, грубо говоря, положительный аналог И у каждого человека свой То есть у нас формируются аналоги на протяжении всей жизни И вот ты свои песни в каждом вызываешь какую-то ассоциацию Вот, например, у меня сейчас вызвал И это вот эффект Это, да, вот это... Когда мы отрефлексировали песню Вот это очень здорово, потому что когда мы смотрим на песню Как на расходный материал, ну, типа, ну, хорошо написано, да Ну, неплохие строки, ну, ничего этим не видишь Когда вот вызываешь эмоции, это круто Да, это вау Мы как раз сейчас будем этому еще и учиться Я в этом году благодаря команде поддержки группы освобождения Это, собственно, родители Миланы Про которые я рассказывал ранее Вова и Ксюша Мы, в общем, учимся в московской школе музыки С Ксюшей теперь Я по курсу сонг-райтинг Она, по-моему, мьюзик-бизнес Вот И, в общем-то, нарабатываем и связи, и опыт И качество того, что будет рождаться вот в дальнейшем Ну, и прямо сейчас уже рождается Даже интересно встало Сонг-райтинг, да Как бы тебя учит человек, который и так пишет хорошие текста Писать песни Что именно, какие азы или чему именно тебя учат? Расскажи Мы только начали Курс начался в октябре, первого числа, фактически, там даже восьмого Это и поэзия, притом песенная поэзия Это и теория музыки Энди просто огонь Он творит что-то невероятное с объяснением теории музыки Это работа в Эбблтоне Для лайвов и для вообще быстрого сочинения Ну и курс, на самом деле, широк и богат Там два года длится Я пока только в самом начале Как раз вот таки текстовую лирическую историю нам преподает Гая Артистка тоже рекомендую найти, посмотреть У нас было пока всего одно занятие Мы, в общем-то, понимаем, что у всех у нас разный уровень И это очень круто, потому что мы замечаем, отражая вот в себе группу всю, да Я замечаю, на что я, например, слишком много обращаю внимания На что недостаточно Потому что даже звучащие сегодня песни, они ведь далеки от идеала Идеальными не должны быть, на самом деле Нужно просто уметь вытаскивать из себя вот это вот Не знаю, как я однажды Меня девушка в ВКонтакте спросила Как вы пишете эти песни? Я сказала, это просто сердце прямого отжима Вот, по сути мы этим и занимаемся И будем заниматься Но все-таки есть какие-то законы ритмические Русский язык, он очень сложный для пения Много свистящих звуков, много шипящих звуков Очень сложно иногда выговаривать сети о литерации и прочее Вот, ну вот я думаю, что мы вот это будем разбирать Потому что как раз-таки наш курс заточен именно про написание песен на русском языке И наша задача — сохранять ДНК русского языка Не ломать его, не переносить зря ударение Или как-то ломать вообще структуру фраз в поэтических строчках Вот про это Мне кажется, это очень важный курс Не только для музыкантов, но и вообще в сфере музыкальной журналистики Это очень интересно, да, спасибо, что вы поделились Если честно, я слышала про эти курсы Но вот именно что написание песни, такой курс существует, не знала Вот он первый Он первый, он только открылся Это первый набор в Universal University, Moscow Music School Ну, я вот, понимаете, вы учите людей, сами учитесь И это верное движение вперед, постоянно Очень здорово Ребята, у вас тоже все очень очаровательны Некоторые поскромней Некоторые, да, вот с этим Но сразу видно Санкт-Петербуржец Ну вот это лицо, я сразу... Нет-нет, это наоборот Очень хорошо этот колорит и все такие разные Но все-таки вместе и делают общее дело и музыку Ребят, ну и напоследок хотелось бы Обратиться как раз к вашим слушателям Кто вас сегодня смотрел и поддерживал Вы можете сказать пару напутственных, ну или просто слов Как вы это делаете И мы продолжим Спасибо вам, что слушаете разную музыку Обогащаете и пространство, и время своей жизни Литературой, кино, новыми песнями Особенно молодыми группами, которые не крутят нигде Кроме нашей ТВ Ох, спасибо вам Ну, а я с вами прощаюсь на этой замечательной ноте Мне было очень приятно с ребятами общаться Во-первых, да, приятно пообщаться с умным человеком Да, и завершающая песня в сегодняшнем Сети Сети, Сети Как она называется? Поймали в Сети и выловили любовь до самого последнего момента Любовь до гроба Отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Любовь ползет до гробовой доски И у любви уже седы виски И шутки с шутками, но плоски А жизнь по-прежнему в полоску Я так хотел бы улететь туда, где мы с тобой Я так хотел бы улететь туда, где мы с тобой Я так хотел бы улететь Влети, лупая Хотел бы умереть в один день с тобой Я так хотел бы умереть в один миг с тобой Я так хотел бы умереть Но час не пробел Тот на пустыне Тот на полотнах резкие мазки С широким жестом выцветших пустынь Колобцы нежности к тебе близки Я так хотел бы улететь туда, где мы с тобой Я так хотел бы улететь туда, где мы с тобой Я так хотел бы улететь Влети, лупая Хотел бы умереть в один день с тобой Я так хотел бы умереть в один миг с тобой Я так хотел бы пережить эту жизнь с тобой Я так хотел бы переспать этот сон с тобой Я так хотел бы всё Но не гляди в опы Ты хотела бы остаться мной, не со мной Ты так хотела не оказаться, а быть собой Мы так хотели умереть вдвоём снова Любовь до гроба Любовь до гроба Любовь до гроба Любовь до... Любовь до гроба Любовь до гроба Любовь до гроба Любовь до гроба